Здравствуйте! 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 Хорошо, что приехали. Да. Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области приехал Видное по приглашению жителей. Поводом послужила предполагаемая застройка в Тимоховском овраге. Именно там, несмотря на морозную погоду и обледеневшие спуски, и состояла встреча. Видновчане показали губернатору наши многовековые деревья, и он лично обмерил обхват могучего дуба. Давай, кто еще? Я тебя тоже. Вот. Давайте, а я вот посчитаю. Раз. Два. Три. 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 Проверили? Три. Три с половиной. Андрей Воробьев обратился к компании, которая собиралась вести здесь застройку, и попросил изменить свои планы и благоустроить овраг. Вы составьте планчик небольшой. Не очень затратный, но свою лепу сюда внесите, да? Чтобы здесь навести порядок. Что-то присыпать, что-то посадить, может быть. Я вас очень прошу это сделать. Ладно? Выслушав мнение жителей и осмотрев окрестности, глава региона предложил продолжить беседу за круглым столом, где присутствовало руководство района и города, а также инициативная группа жителей. Губернатор отметил, что в своей работе надо опираться на таких вот небезразличных людей. Нам нужны, наверное, нужны люди. На самом деле у нас никаких нет. У меня лично, как главы района, с инициативной группой, нет никаких этих самых программ. У вас есть с вами парьеры? Нет. Есть ли выражения? Ничего нет? Мы договорились с Сергеем Николаевичем, главой района, что самые активные граждане Видного войдут в общественную палату. Это понимание есть. Сергей Николаевич с удовольствием таких людей принимает в свою команду. Также было вынесено предложение рассмотреть вопрос о статусе оврага в будущем. Ну а уже этой весной всех жителей пригласили принять участие в субботнике на данной территории.